Слушайте, а я ведь об этом еще неделю назад написал, когда только стало известно, что СКР проведет следственные действия на Камчатке по поводу массовой гибели морских обитателей и возможного заражения акватории Тихого океана в прибрежной зоне Авачинской бухте. Забудьте, говорил я тогда, и даже не надейтесь, и вот он пост, чтобы не быть голословным, датирован 3 октября. Давайте забьемся, что они там ничего не найдут, считайте, что я в прошлой жизни был Нострадамусом, и что и требовалось доказать, проверяющие меня не подвели. В Багдаде-то все спокойно оказалось по итогам проверки, ну кто бы сомневался. А все вот эти вот ужасающие фото и видеокадры, да нам показалось, граждане россияне, с глазами у нас что-то к офтальмологу бы не мешало сходить. Фактов, которые имеются на сегодня в социальных сетях, в средствах массовой информации, разных там выбросах животных, там каких-то загрязнениях, они не подтверждаются. То есть силами спасателей и техники таких фактов выявлено не было. То есть вот эти десятки тонн морозков отсутствуют? Да, конечно. Хотя что, в первый раз что ли? Обратите внимание, нам с вами плохое постоянно только кажется, зато у этих всегда есть рациональное объяснение на любой случай. Ну вот еще пример протеста в Беларуси, один из главных пропагандистов Кремля. Это чистая, абсолютно компьютерная графика. Вот и на Камчатке тоже компьютерная графика, видимо. А почему нет? Подозреваю к слову, что в обозримом будущем данная отмазка станет дежурной и весьма популярной. Браво, Никита Сергеевич, а то в ведомстве Пескова уже голову сломали. В поисках более-менее не кривых оправданий собственного вранья. Решение-то лежало на поверхности просто в каждой непонятной ситуации. Чеши про фотошоп. Ну а мы начинаем. Вообще вранье стало какой-то визитной карточкой российских элит. Прям их прихвостней. Ну хотя бы историю с отравлением Навального. Давайте вспомним. Она самая яркая, потому что и свежая еще. Еще так вот, в течение полутора месяцев показания российской стороны поменялись раз сто, причем в публичном пространстве. Как оно было? Да, оппозиционера отравили. Хотя нет, никто его не травил, просто сахар в крови упал. Ах, простите, не сахар перепил мужчины с деревенскими, вот организмы не сдюжил. Впрочем, все-таки отравили. Но это было не боевое отравляющее вещество. То, что нашли в организме Навального, продается в каждой аптеке. Хорошо, признаем, это был новичок. Но это был не наш новичок, поскольку свой мы давно уничтожили. Вообще, новичок никогда не разрабатывался в России, и на территории бывшего СССР его не существует в принципе. Хотя существует, но у иностранных спецслужб, которые сами дали яд, Алексея Анатольевича, а тут возьми, да и уйпей токсин ради рейтинга. История до сих пор не закончена, цепные псы от пропаганды продолжают изобретать небылицы, и ладно бы просто лгали эти уроды. Да они ведь людей подставляют, им уже интервью боятся давать, подозреваю, потому что уверены. Наврут с три короба, фиг, потом отмоешься. Вот, к слову, классный пример как раз подвезли о том, как врач, лечивший российского оппозиционера в Омской больнице, отказался давать интервью сказочнику всея Руси. Кстати, у меня также возникла очень любопытная переписка с неким врачом Теплых Борис Анатольевич. Наши продюсеры попросили Бориса Теплых, покажите, пожалуйста, переписку, вот рассказать и высказать свое мнение, как врача. Но дальше начались проблемы. Борис Теплых пишет, вы хотите, чтобы я ему фак в прямом эфире показал? Не надо нарываться, я не из ваших. Хорошо, ответили вы мои, я готов к тому, что вы покажете фак. Он говорит, показать фак в радиоэфире, и такие, им очень смешно, он наслаждается собой, непродуктивно. Я ему как-нибудь при встрече покажу, если вдруг случится. Но постараюсь максимально ходить по разным дорогам. Я продолжаю, мне же интересно понять, почему же это происходит, да? Потому что вот сама идея не из ваших. У нас не политические дебаты. Я с ним был готов поговорить. На что он опять отвечает? Нет, не заставляйте меня грубить. Ну или об экономическом кризисе давайте вспомним, из которого, если верить властям и их прикормленным передастам, транслирующим, понятно, чью точку зрения в массы, мы выйдем с минимальными потерями. Пример, пожалуйста. Статья ТАСС от 28 июня сего года, цитирующая не об ИКО президента, так и называется. Выйдем с минимальными потерями, этому поспособствует прогресс страны в экономике. А вот и оригинал, кстати, того интервью. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир в 4% и скорее всего так где-то около 4% будет. Но это совершенно принципиально другая вещь. Ну и вот сейчас, глядя туда в июнь из октября, что скажете? С минимальными потерями из кризиса выходим. Да мы в этот кризис только входим, причем с задом, который неплохо было бы обильно смазать вазелином. В прошлой программе об этом, кстати, рассказывал. Посмотрите обязательно, кто еще не успел. Если коротко, по итогам трех кварталов 2020 года в бюджете России образовалась дыра почти в 5 триллионов рублей. Это треть доходной части на минуточку. Не 4%, о которых главнюк летом лопотал 30 и не в плюс, а в минус мы ушли. Ничего себе это такой разбег, да? А где взять денег, они не знают. Приведу немного цифр. Объем экспорта российской нефти по состоянию на сентябрь упал на 15%. Доходы от ее реализации на 40, то есть на этих рассчитывать не приходится. Малый бизнес. Так предприниматели они полгода держали на самоизоляции. Люди не работали несколько месяцев, значит и налоги платить им не с чего. Есть, конечно, еще физические лица или простые смертные. Так ведь и простые смертные под раздачу попали вследствие кризиса и пандемии. Количество безработных и число бедных кратно возросло. То есть уровень жизни населения снизился. А значит и физические лица больших денег в экономику не вольют. Шах и мат. Но об этом по ящику вам ведь не расскажут. Там потому что Россия всегда лишь процветает. Потому что такая же нарисованная, как путинские сракеты. Это реальная журналистика. Врали, врут и будут врать. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Кстати, вы знаете, параллельно сейчас готовлю отдельную большую программу о коронавирусе. В смысле не о самом вирусе. А о том, что в этой истории с пандемией правда, а что фейк. Чего стоит опасаться, чего не стоит. И вот забуксовал на моменте с российской статистикой. Почему догадываетесь? А потому что я не верю тем данным, что публикуются в отечественных СМИ. Больше скажу. Я не верю всем этим представителям непонятных оперативных штабов. Я не верю представителям Минздрава. Я не верю Голиковой и всему их правительству. Потому что официальные лица также потеряли мое доверие. Я тупо опасаюсь, что если я опубликую данные, приведенные этими в кавычках специалистами, меня заблокируют просто за распространение фейков. Они-то соврут, недорого возьмут, а мне что делать. Почему люди не носят маски или не применяют средства дезинфекции? Потому что они не верят. Потому что господа при власти, они проворались. Ну мало того, что проворовались. Это уже, знаете, наверное, русский народ махнет рукой и скажет, ну что делать. Но в данном случае они, попросту говоря, ты же видишь, с разницей 5 часов это официальное телеграфное агентство Советского Союза якобы. Одна и та же информация, попросту говоря, становится разной. То есть 51% и тут же 90%. То есть 5 часов прошло. 5 часов заражения. Все. А еще у нашей нынешней власти нет повестки. Вот наступил такой момент, когда у них нет повестки вообще никакой от слова совсем. Неположительной, нет. Она отсутствует в принципе еще раз. Потому что бесконечные безграмотные решения и непрекращающееся вранье завели ребятишек в тупик, из которого уже нет выхода. Вряд ли ограбленный Ваня в этот раз поведется вот на это фуфло. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. И кстати договориться с зарубежными партнерами. Как это было весной, когда Путин каким-то чудом умудрился убедить Трампа пересмотреть решение ОПЕК. Загнать РФ под лавку посредством давления со стороны крупнейших нефтедобывающих стран. Вот сейчас договориться уже вряд ли получится. За эти полгода они там умудрились окончательно перессориться со всем миром. Да не просто перессориться. Хамить ведь начали. И никак не успокоиться. В ответ на действия Европейского Союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. А кто с такими станет говорить? Это фиаско в аван. Единственное, что можно сказать применительно к данной ситуации. Потому что ситуация действительно аховая. Мы в полной заднице, простите, по всем фронтам. И у нас нет союзников. Ну, за исключением там нескольких прикормленных диктаторов из стран даже не третьего. Тридцать третьего мира, вроде Лукашенко. Как там еще в свое время говорил Владимир Владимирович? Настоящие союзники России. Это армия и флот. Так солдаты тоже кушать хотят. А их тоже скоро станет не на что кормить. Даже те копейки, которые пока какими-то правдами и неправдами изыскиваются. Идут либо на распил, либо на информационные войны. Пропаганда это очень прожорливый крокодил. Вот только дальше-то что? Когда дыра в бюджете станет размером уже не в 30, а в 70 процентов. Я думаю полгода-год подождать осталось. Вряд ли при таком вот раскладе оно все еще будет помогать сглаживать острые углы. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на канал. Оставляйте лайки и комментарии. Это важно. Помогайте просмотрами, репостами. Повторюсь. Украденные у вас деньги сейчас тратятся на цензуру. В том числе в интернете. Ну и увидимся. А пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok